Будущие ветеринары, учителя физкультуры, спасатели и электрики Ненецкого округа впервые сдали экзамен по международным стандартам. Задания демонстрационного экзамена были максимально приближены к тем, которые выполняют участники национального и мирового чемпионатов WorldSkills. А результаты внесены в специальную информационную базу, к которой имеют доступ работодатели. О том, как проходил экзамен у спасателей, расскажет Ирина Нежалова. В роли пожарных пока еще студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Но не все, а только 10 самых лучших из 29 выпускников отделения защита в чрезвычайных ситуациях. Так как это пилотная апробация, мы выбрали на сегодняшний день 10 человек. Студентов, которые действительно могут проявить, справиться. Не сомневаюсь, что и остальные студенты тоже могут справиться. Но это наиболее такие сильные, подготовленные студенты, которые сегодня уже готовы пойти осуществлять свою трудовую деятельность в органах МЧС. В будущем эти ребята пополнят ряды пожарной спасательной части. А сегодня должны показать свою готовность спасать жизни людей и преодолевать трудности, несмотря ни на что. Это все такое, скажем, небольшая абстракция на пожаре. Препятствия могут быть различные. И проползти, и где-то пробежать, и от чего-то увернуться. Ну и здесь просто, можно сказать, проверка на выносливость по каким-то препятствиям. Так что это не имеет значения, по сути. Ты их должен пройти, несмотря ни на что, какими бы они ни были. Это сложно, это круто, это что-то новое. Я буду рад, если это будет продолжаться. Ну, просто это действительно интересно. Мы оточили свои навыки работы с рукавами, боевого развертывания, узлы, надевание боевок, преодоление полосы препятствий. Все это вкупе большой плюс мне дало, как в физической форме, так и для моральной подготовки своей. На каждом этапе испытаний выпускников оценивает комиссия, состоящая в том числе из потенциальных работодателей. Главное отличие демонстрационного экзамена от итоговой государственной тестации в обычной форме в том, что экзамен предпринимают работодатели. То есть это позволяет оценить именно независимо наших выпускников тот уровень подготовки, теоретические знания, практических умений, которые они приобрели за время обучения непосредственно в учебных заведениях. Мы всегда рассматриваем в приоритетном порядке ребят, которые занимаются спортом, которые показывают серьезные навыки и умения, которые участвуют в различных мероприятиях. Безусловно, у них будут преференции, если, соответственно, пожелаются работать в наших коллективах. Демонстрационный экзамен проходит по международным стандартам, поэтому практически в каждой комиссии есть сертифицированные эксперты с другого региона. Надо понимать, что это проект пилотный, и техникум только начинает в этой области развиваться. И многие задания ребятам даются тяжело, но руководство, я считаю, правильно приняло решение, что сначала по третьему коду провести задание, чтобы и наше присутствие, как экспертов, многое помогло, ребятам что-то показало, помогло, рассказало, чтобы в последующем им было намного легче и готовились не только к демэкзаменам, но и мы их ждем для участия в отборочных соревнованиях и, дай бог, на национальном финале. В этом году демонстрационный экзамен проводился по четырем компетенциям – ветеринария, спасательные работы, электромонтаж и физическая культура. Испытания прошли 52 выпускника учреждения профобразования, по итогам которых первыми в регионе получили скилл-паспорта. Эти документы отражают уровень компетенции выпускника в соответствии с международными стандартами.